Всех приветствую! Для вас я подготовил очередной бесплатный прогноз с подробной качественной аналитикой на матч Лиги Чемпионов, где встречаются между собой такие команды, как Аякс и Аталанта. На создание данного ролика ушло немало сил и времени, поэтому, ребята, от вас я прошу простейшей поддержки в виде пальца вверх, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Традиционно провожу розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть тысячу рублей на халяву. Для этого вам нужно быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Если угадавших точный счет будет несколько, то победитель будет выбираться рандомным образом. Теперь вернемся к самому матчу. Давайте для начала взглянем на турнирную таблицу, что же там происходит. На данный момент лидирует в этой турнирной таблице Ливерпуль, имея в своем активе 12 очков. Следом за Ливером идет Аталанта, имея в своем активе 8 очков. Третья строчка принадлежит как раз таки Аяксу с 7 очками, ну и замыкает эту таблицу Митюлан, имея в своем активе всего лишь 1 балл. Как вы уже догадались, сегодня Аякс и Аталанта будут бороться за выход в следующий этап плей-офф. При этом Аталанту в этом матче устроят и ничья, а вот Аяксу нужно побеждать. Но давайте разберемся в этом матче поподробнее. Начнем мы с вами разбор с Аяксом. Последних 10 матчев у команды всего лишь 2 поражения от Ливерпуля с одинаковым счетом 1-0. Также имеется одна ничья, как раз таки матчи с Аталантой 2-2. В остальных же матчах команда добывала уверенные победы. Аякс очень хорош в атакующем плане, но все-таки единственный соперник, который ему не дался, это как раз таки Ливерпуль. Во всех остальных матчах команда может забивать и по 3, и по 5 мячей. Но стоит отметить, что Аякс очень хорош у себя дома. Команда на родной арене за 20 матчей проиграла всего лишь дважды. И один раз играла в ничью. Во всех остальных матчах одерживала уверенные победы. В целом Аякс это очень сбалансированная команда, как в обороне, так и в атаке. И очень приятно наблюдать за их футболом. У себя в Нидерландской лиге у команды очень хорошие показатели. Команда на данный момент занимает первую строчку и в принципе ей бояться не за что. Что же касается Аталанты, то за ней было очень приятно следить месяца так 2 назад, но сейчас результаты и игра совсем не так, как раньше. В последних 10 играх у команды всего лишь 3 победы, при этом 3 поражения и 4 ничейных исхода. Но при этом гостевые результаты у них очень даже неплохие. Не знаю с чем это связано, однако в гостях команда играет даже лучше. В последних 10 гостевых матчах у команды 3 ничьи, 1 поражение и 6 побед. При этом тяжело сделать об Аталанте однозначный вывод, ведь команда действительно очень нестабильна в последнее время. Также и в серии А сейчас дела идут далеко не так хорошо, как хотелось. На данный момент Аталанта занимает 9 строчку в серии А, имея в своем активе 14 очков. Не знаю, какие решения примет руководство, однако нужно явно что-то менять. Будут ли изменения, мы уже увидим в самом матче, а пока хотелось бы также разобрать их очную встречу, где Аяк сыграл уже в гостях. В этой встрече команда из Нидерландов первая отличилась, причем забили дважды в первом тайме, но во втором Сапата, игрок Аталанты, сделал дубль, тем самым сравнял счет. По итогу матч завершился очень результативной ничьей 2-2. Но при этом стоит отметить, что Аякс в этом матче выглядел намного предпочтительнее. Да и в целом команда показывает более стабильные результаты, и в них хочется верить. Ну а перед тем, как я озвучу свой прогноз, хочу всех вас, друзья, предупредить, что все свои ставки я делал исключительно в букмекерской конторе MLB. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии, также по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению. То есть пополняйте на 1000, получайте 2000, если же пополняйте на 5, получайте 10, если же на 10, соответственно 20. Все очень просто, я думаю, такой бонус никому не помешает. Также букмекерская контора MLB обладает самой широкой линией в СНГ, там вы найдете любой матч и любой исход, который вам по душе. Как я уже сказал, ссылку вы найдете в закрепленном комментарии, ну а моим прогнозом в этом матче будет победа Аякса с учетом 4-0. Сейчас увидите на экране, я же вас всех, друзья, еще раз попрошу подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, и поставить палец вверх. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одной моей ставки, а если же хотите получать больше прогнозов, как по линии, так и в лайве, то переходите на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю в описании. С вами был Артур Романов, и это были мои мысли и мой прогноз на этот матч. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok